В Рыбновском районе началась тотальная инвентаризация заповедной зоны. Проверки подлежат все земли, на которых ведется строительство. Напомню, в начале мая президент Владимир Путин призвал главу региона принять необходимые меры, чтобы защитить есенинские места от незаконной застройки. Первые результаты проверки в сюжете Юлии Лариной. Дом с мезонином, как у Чехова, только на есенинских просторах. По дороге к Государственному музею-заповеднику Сергея Есенина расположился элитный поселок. Где жить можно только с удовольствием. До 2008 года на этих землях пахали и сеяли. А затем распоряжением правительства Рязанской области за подписью тогдашнего губернатора Георгия Шпака 129 гектаров заповедных зон были включены в границы деревни Раменки и переведены в зону жилищной застройки. Они для сельскохозяйственного производства были. И в 2008-2009 год эти земельные участки были переведены распоряжением правительства Рязанской области земли населенных пунктов. И после того, как они были переведены, переведены на основании генерального плана и проект планировки территории началась застройка индивидуальными жилыми домами. Разрешение на строительство выдано компании «Доступное жилье». Но доступно оно явно не всем. Поселок Раменские дворики на официальном сайте сразу позиционируются как элитные. Желающим жить здесь придется заплатить неприличные деньги. В качестве дополнительного аргумента выдвигается то, что потенциальным покупателям предлагается приобрести недвижимость дословно на территории культурного центра Рязанской области музея-заповедника Сергея Есенина. То есть купить дома предлагают в охраняемых зонах. Эта территория безусловно подпадает под действие 62-го постановления правительства Рязанской области, которое регламентирует зону охраны музея-заповедника Есенина. Как появился на этом месте поселок? Кто и когда выдавал разрешение на перевод земель и строительства? Теперь на эти вопросы будут искать ответы сразу несколько комиссий. Отчет будет передан уже федеральным властям. На рабочем совещании губернатор Рязанской области дал поручение пересчитать все дома в охраняемых зонах. Вопрос к хозяевам элитного поселка. Раменские дворики тоже есть. Те же отец и сын Калашникова построили поселок, как я выяснил сейчас, там вот по дороге в Константиново, в той же охранной зоне. Вот будем разбираться и с их поселком то же самое, значит. Мы дозвонились до Владимира Калашникова и попросили прокомментировать ситуацию. Свою точку зрения он пояснил, а вот использовать запись звонка в данном материале запретил категорически. Но вот ответить на вопросы компетентных органов ему, видимо, все же придется. Юлия Ларина, Сергей Грамотеев, Вести, Рязань.